Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня поделюсь с вами рецептом мариновки топинамбура. Это очень полезный плод. Земляная груша. Полезен для диабетиков и просто для обычных людей. Он замечательно снижает сахар в крови. С него делают и салат, и маринуют. Также можно пожарить, как обычную картошку. Еще что-то, возможно, делают. Но я сегодня поделюсь с вами рецептом именно маринованного или, как бы сказать, квашеного топинамбура. Замечательная закуска. И очень даже полезно на зиму ее приготовить. Растет топинамбур в огородах, за огородами. Можно самим рассадить. Бывает, что он растет самостоятельно, как дикое растение. Я его от кожуры чистить не буду, очищать. Единственное, что вот эти грязные места все посрезаю, которые мне не нравятся. Хвостики. Отмыла я его очень-очень хорошо. Кожура сама по себе тоже полезна, поэтому я не хочу от нее избавляться. Срежу некрасивые места все. Для меня достаточно. Порежу кольцами, не сложу в трехлитровую банку. Обязательно нужно приготовить рассол. В рассол обязательно добавлю на литр воды две столовые ложки соли, одну столовую ложку сахара, перец горошком несколько штук, также лаврушку несколько штук, укроп сушеный по вкусу добавлю немножко, ну, не щепотку, но тоже на столовую ложку. И еще от себя я добавлю вот такую приправку можжевельник. Ягода сушеная у меня есть. Вот тут написано даже, как ей можно пользоваться. Добавлю, ну, сучек пять-шесть, наверное, на вот эту массу. Вот так выглядят можжевеловые плоды сушеные. Так, вот все я заложила. Я сделала два литра воды и все удвоила. Единственное, что я немножко переложила укропа. Все-таки не столовую ложку, а чайную ложку положить этого будет достаточно. Рассол покипит несколько минут, остынет до комнатной температуры, и мы зальем нашу банку с топинамбуром. Так, вот так я приготовила, порезала, то есть где-то кольцами, где-то вот такими небольшими кусочками, для того, чтобы удобно было промариновываться этим кусочком. Вот, ну, плохое, грязное, с виду что-то срезала. Так, ну, и теперь осталось переложить все это в банку трехлитровую стеклянную и залить рассолом. Кстати, если у вас вдруг долго будет порезан топинамбур стоять в чашке, в тазике, обязательно в воду добавьте чайную ложку уксуса, либо столовую, в зависимости от объема, чтобы он у вас не потемнел плод. Ну, и вот так получился у нас рассол. Так выглядит банка с топинамбуром, залита уже комнатной температурой рассолом. Отправляю в теплое место на несколько дней, 3-4 дня. Накрыла вот такой крышечкой, цвет у нас окрашен укропом. Сама жидкость, она именно укропом окрасилась. Не переживайте, это какая-нибудь грязь с кожуры плода. Теперь наша баночка поставит моя 3-4 дня в тепле, пойдет пенка, вот, начнется процесс брожения, и далее я уже поставлю в погреб отнесу, где уже более низкая прохладная температура и темно, и там постоит еще с недельку полторы, и далее покажу вам конечный результат. Попробуем, что уже получилось на вкус. Кстати, при желании вы можете еще добавить в эту банку, помимо плодов топинамбура, еще точно так же колечками толстенькими порезать свеколку кубиками и колечками морковь. У вас тогда раствор будет красивый, кусочки приобретут определенный оттенок симпатичный. Ну, я в этот раз просто не захотела ни морковкой, ни свекой заниматься, поэтому решила сделать просто топинамбур. Ну, в идеале, конечно, морковку и свеку добавить будет еще вкуснее. Ну, вот, теперь наш топинамбур готов. Вытащила его сейчас из холодильника. Так как он 3-4 дня стоит у нас в теплом месте, начинается брожение, он начинает навсегда пузыриться. Далее мы ставим в подвал темное место прохладное, либо в холодильник. Я поставила в холодильник, это ближе. Вот, и вот так вот он выглядит уже в готовом виде. Там плавают всякие травки, специи. Ну, вот, и вот такой внешний вид готовый. Продукт сохранен для пользования. Его можно есть, в принципе, вообще не переставая залазить банку, подкормливать своих детей во время, даже пока он маринуется, стоять, ничего страшного там нету, он не портится. Этим и хороший рецепт тем, что можешь сохранить. То есть, если он так лежит, он моментально становится в тазике вялый, в холодильнике он тоже может испортиться просто так. Ну, а в банке он всегда свежий. При этом он не соленый, не мягкий, он остался твердым, как хрустящий огурец. Имеет легкий такой кисловатый еле-еле привкус и с таким ореховым подтоном. У него появился такой ореховый привкус. Вот, допустим, я показываю, если кто не знает, вот я режу. Видите, как он хрустящий, как картошка. Мне нравится то, что он не мягкий, потому что все-таки хрустящий продукт более аппетитный и вкуснее кушать. Замечательно идет к салату. То есть, добавляйте в салат вместо редиски обычной. Вот, заменяйте редиску. Также с горошком, с зеленью он хорошо идет только мелкими кубиками порезать. В общем, такая отличная дополнительная добавка к пище. Плюс она хорошо работает на иммунитет, снижает сахар в крови. Хорошо идет к вареной картошке, к пюре, да и к жареной тоже. Замечет вам на крайний случай огурцы. Конечно, этот овенабур совершенно он не соленый, он не со вкусом огурцов, но похрустить всегда приятно. Даже просто так, когда он стоит в тарелочке, рука тянется его погрызть. И, допустим, когда мы делали шашлыки, также к нам приходили в гости, я его так порезала аккуратненько. Тоже вроде все знают, что это овенабур, но мало кто его делает дома. Никто не хочет заморачиваться с чисткой, все боятся именно чистки, но так как я не чищу, поэтому его несложно совершенно готовить. И всегда всем интересного попробовать и прекрасно все сидят хустят. Просто даже во время разговора за компанией. Так что пробуйте легко, сами видели, и поставит у вас еще эта баночка несколько недель спокойно, а то вы за это время просто его уже скушаете. Ну и желаю всем здоровья, конечно. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok